Девушки отдыхают Наверху нашего позвоночника покоится полтора килограмма материи, которая управляет всем, что мы делаем. Наш мозг работает быстрее любого компьютера в мире. Он может обрабатывать 100 триллионов операций в секунду. Чтобы обеспечить нам выживание, мозг может замедлять время, указывать нам, чем питаться и когда пользоваться внутренними ресурсами. Мозг управляет нашим сном. Он контролирует мышцы и нервы, справляясь с любыми экстремальными ситуациями на грани возможного. Тело человека — грани возможного. Человеческий мозг. Когда пожарные сталкиваются с одной из самых сильных природных стихий, может показаться, что им не выжить. Однако шестеро человек выходят из огненной бури целыми и невредимыми. Их спас собственный мозг, который замедлил для них время. Из-за молнии в лесу рядом с городом Литтл-Винус начался пожар. Райан Джордан вместе со своей пожарной командой не должен допустить распространения огня. Мы будем там через несколько часов. Прием. Однако пожар не утихает. Ветер меняет направление и придает силы огню, который теперь направляется в сторону Райана и его команды. Пока мы пробирались к очагу, пройдя пару километров, мы услышали по рации сообщение о том, что ветер усиливается. Огонь изменил направление и теперь шел вниз по каньону. Для любого пожарного это означало бы смертельную опасность. Внимание, внимание! Ветер изменил направление. Похоже, он теперь северо-западный. Вам нужно уходить. Пока Райан слушает сообщение, его мозг уже берет контроль над ситуацией, формируя внутри себя своеобразный центр управления из двух частей размеров всего 3 сантиметра. Именно этот центр решает противостоять опасности или спасаться бегством. Уходим! Благодаря именно ему мы действуем, не раздумывая. Центр управления собирает информацию о нашем окружении. Все полученные сведения поступают в центр мозга для анализа и размышлений. Но в чрезвычайной ситуации центр действует по-другому, заставляя работать в соседней клетке и быстро принимать решения. Без всякой задержки мозг заставляет пожарного бежать, спасаясь от огня. Через мгновение вся команда уже спасается бегством. Я чувствовал, как тепло за спиной все нарастало и нарастало по мере того, как огонь догонял нас. Мы бежали инстинктивно. Подгоняемый ветром пожар усиливался. В мозгу каждого пожарного сразу включился центр управления. Он принудительно заставляет надпочечники выделять адреналин, который придает телу силу. Огонь близко! Бежим! Бежим быстрее! Сердце начинает биться быстрее. Кровь перестает питать процессы, которые не нужны для спасения, например, пищеварения. Больше крови поступает в мышцы, насыщая их кислородом. Прилив сил позволяет пожарным не сбавлять темп, однако огненная буря усиливается. Тела бегущих ходятся на грани, но мозг работает изо всех сил. Когда кажется, что времени уже не осталось, мозг способен сотворить невероятную вещь. Человеку начинает казаться, что время замедлено. За эти несколько секунд можно совершить любые действия, необходимые для спасения. На протяжении многих лет ученые изучают этот эффект. Чтобы лучше в нем разобраться, был проведен интересный опыт. Добровольцы прыгали с площадки высотой 45 метров. Во время падения им нужно было распознать меняющиеся цифры, что в обычном состоянии на такой скорости было бы невозможно сделать. Но, возможно, в стрессовой ситуации мозг сможет замедлить время и успеть разглядеть числа. Всем добровольцам казалось, что падение длилось в два раза дольше, чем на самом деле. Некоторым удалось разглядеть цифры на табло. Этому можно дать следующее объяснение. В обычном состоянии мы видим действительность со скоростью 30 кадров в секунду. В чрезвычайной ситуации мозг увеличивает этот показатель, чтобы получать больше данных за меньшее время. Это и есть эффект замедления времени. Именно это и происходит с пожарными. При угрозе жизни мозг воспринимает окружающую действительность быстрее, чем обычно. Поэтому шансы спастись увеличиваются. Секунды становятся равноценным минутам. Кажется, что время замедлилось. Секунды растягиваются, и у тебя появляется дополнительное время на принятие решения. Куда бежать? Наверх? Или организовать укрытие прямо здесь? Дополнительное время дает команде возможность лучше оценить обстановку. Они решают остановиться и укрыться от огня. Как раз вовремя. Мы мгновенно поняли, дальше бежать смысла не было. Так что нужно было использовать последние секунды на надевании противопожарного мешка, который мог спасти нас. Трудно было поверить в то, что это происходит. Ответь! Что с тобой? Держись! Держись! После того, как буря прошла над нами, мы стали вылезать из мешков. Кто-то был на взводе от волнения, а кто-то, наоборот, очень спокоен. Некоторые просто не успели понять, что именно произошло. Ведь мы остались живы после того, что теоретически не оставляют шансов на выживание. Аэрофотосъемка показывает место, где пожарные укрылись от огня. Белые точки – это те места, где они лежали. Но посмотрите вокруг – это полное уничтожение. Им удалось выжить только благодаря тому, что их мозг заставил их принять немедленное решение. Итак, мозг решает все, даже то, что мы едим. Потребность в пище создается внутри мозга. Небольшой участок размером с грецкий орех отвечает за то, что нам хочется. Мы еще не до конца знаем его функции, но известно, что именно тут появляется желание есть. Этот участок потребляет больше всего энергии – одну пятую часть. Но зато он сообщает нам о недостатке витаминов и минералов в разных частях тела. Когда чего-то не хватает, мозг заставляет нас найти источник нужного вещества. Яхтсмен Стив Калахан уже хорошо знает это правило. Его яхта затонула, и он остался один в открытом море на спасательной шлюпке. Ему необходимо чудо. Я остался совсем один в самом центре Атлантического океана. Я знал, что в обозримом будущем меня никто не спасет, поэтому я думал, что не выжив. 18 дней в открытом море. Когда на лодке закончилась пища, Стив стал настоящим охотником. Рыба была вокруг достаточно, чтобы он не умер с голода. Но возникла проблема. В рыбе много белков, однако в ее мясе недостаточно витаминов и минералов, так необходимых человеку. На рыбном рационе Стив не протянул бы долго. Однако он не знает, что в рыбе, которую он поймал, есть все необходимые вещества. Просто они находятся в тех частях ее тела, которые он и не думает есть. С ростом потребностей в минеральных веществах, аппетит Стива заметно меняется. 28 дней в открытом море. Мне все меньше и меньше хотелось есть мясо, и все больше я ел рыбьи глаза и небольшие пластины между позвонками, а также печень и икру. Я съедал почти все внутренности, кроме желудка. Стив делал это бессознательно, ведь он был на грани выживания, и его мозг заставлял тело потреблять именно те вещества, которые были жизненно необходимы. Только сейчас мы начинаем понимать, почему человек может с аппетитом есть то, что обычно ему кажется отвратительным. Центр желания Монг Стива понял, что организму не хватает множества витаминов, и поэтому он спровоцировал сильный голод, который заставлял яхтсмена есть все, что было под рукой, несмотря на вкусовые качества пищи. Перец чили был создан природой таким, чтобы его не могли есть животные. В плодах чили содержится химическое вещество, которое вызывает сильное сжение в слизистой оболочке рта. Даже несмотря на это, многие любят чили. В одном перце содержится в 4 раза больше витамина С, чем в апельсине. Поэтому с целью получить важный витамин, мозг заставляет нас преодолевать неприятные ощущения. Когда чили попадает в рот, мозг получает множество болевых сигналов. В ответ на это, мозг выделяет эндорфины, естественное болеутоляющее, которое создает приятные ощущения. В это время мозг начинает учиться. Он запоминает, что, несмотря на острый вкус, чили содержит множество питательных веществ и создает определенное наслаждение. Так что, если вы привыкнете к первоначальному жжению, то вслед за этим будете получать наслаждение благодаря эндорфинам. Этот процесс происходит со многими приправами, например, луком и чесноком. Чтобы заставить Стива Каллахана есть все, что необходимо, его мозг действует по этой же схеме. Создавая приятные ощущения после переваривания необходимых веществ, мозг заставляет Стива изменить свои привычки. Теперь ему вкусно есть то, что раньше он никогда не брал в рот. Мой мозг словно говорил мне, что мне необходимо есть это для выживания. При этом он изменял физиологию приема пищи. Я ел рыбью печень не потому, что знал, что это необходимо, а потому что чувствовал, что это очень и очень вкусно. Через два месяца Стива спаслись. Благодаря своему мозгу он не только выжил, но и существенно поправил свое здоровье благодаря чрезвычайно полезному рациону. Контроль мозга над принятием пищи жизненно нам необходим. Он так силен, что ученые решили противопоставить эту способность другой сильнейшей из всех человеческих потребностей. К головам добровольцев прикрепляли электроды, которые фиксировали активность мозга. Затем ученые проверяли, как мозг реагирует на съедение шоколада и на поцелуи. Неудивительно, что при поцелуи центры удовольствия сразу начинали работать. Однако их активность после поцелуя не сравнится с результатом, которого добился шоколад. Это удовольствие было сильнее и длилось дольше. Наше обожание еды обуславливается задачей выживания. На протяжении всей истории существования человека еды было недостаточно. Этот факт заставляет нас есть то, что мы можем найти. После этого организм хранит питательные вещества. Но даже если еды нет совсем, у мозга есть решение. Центр желания, который находится в центре мозга, умеет преодолевать голодание. Однажды он спас жизнь французского исследователя пещеры. Жан Люк намеревался прекрасно провести один день под землей. Его ждало самое серьезное испытание в его жизни. Немного выше позвоночника находится самая древняя часть человеческого мозга. Центр желания позволял нашим предкам выживать во времена голода, а теперь он стал единственной надеждой Жанна Люка на спасение. В животном мире эта часть мозга образовалась во времена динозавров, еще до того, как появились млекопитающие. Центр желания необходим для преодоления голода. На протяжении трех дней своего подземного заточения Жан Люк ничего не ел. Однако он не знает, что его собственный мозг уже начал изменять функции организма и его поведение. Забробитания отвечают несколько точек внутри мозга. Именно они регулируют чувство голода. Все они расположены в центре мозга, в так называемой подбугорной области. Эта часть мозга заставляет нас искать пищу и есть все, что попало, чтобы не допустить голодания. Чтобы обеспечить выживание, мозг Жанна Люка прежде всего стимулирует выработку гормона орексин. Который выделяется в малых количествах, но имеет потрясающий эффект. Благодаря ему мы становимся более внимательными и сильными. Эти качества присущи охотникам. Кроме того, мы принимаем нестандартные решения. Несколько дней Жан Люк рыщет по пещерам. Ему удается найти пресную воду, но есть все равно нечего. Он начинает бояться самого страшного. Даже если появлялась малейшая надежда на выживание, я все равно думал о том, какими будут последние часы и минуты моей жизни. «Как я умру? От холода или от голода?» Этот вопрос не выходил у меня из головы. Уже не сомневаясь в том, что ему не выбраться живым, Жан Люк оставляет сообщение. Но чем меньше остается надежда на спасение, тем больше его мозг начинает использовать стратегию выживания без пищи. Энергия на исходе, поэтому все органы переходят на экономичный режим работы. Все процессы замедляются. Теперь его мышцы используют меньше энергии, как и все остальные органы. Новые клетки образуются не так быстро, как раньше. Ногти на ногах и руках, а также волосы, не нужны для выживания. Практически они перестают жарить. Жан Люк вошел в стадию выживания, которая помогла многим животным существовать без еды до тех пор, пока они не найдут ее. Эта способность экономичного существования может иметь и гораздо большее значение. Некоторые ученые считают, что в ней кроется секрет долголетия. Недавно был проведен опыт, с которым сравнивалось длительность жизни от кормленных и голодающих крыс. Результаты были потрясающими. Голодающие крысы жили дольше, а у некоторых из них продолжительность жизни увеличилась в два раза. Узнав об этом открытии, некоторые люди сознательно уменьшают количество съедаемой пищи, надеясь прожить на несколько лет дольше. Средний статистический американец съедает в день пищи на 4000 калорий. Брайан Д. Лейн потребляет в два раза меньшее. Он пытается обмануть мозг, оставаясь в режиме постоянного голодания. Сейчас я потребляю около 1950 калорий в день. Мой рекорд – это 1650 калорий. Если верить ученым, то такое питание должно замедлить процесс старения. Исследования показали, что возраст сердца тех, кто серьезно ограничивает себя в еде, гораздо ниже возраста сердца тех, кто ест, не задумываясь о калориях. Сердце омолаживается на 10-15 лет. Ограничение поглощения калорий замедляет старение, а в некоторых случаях даже омолаживает человека. Серьезные ограничения в еде могут помочь многим, таким как Брайан, прожить дольше. Изгладавшийся мозг до сих пор помогает Жану Люку выживать. Однако он провел без пищи уже три недели. Это слишком большой период даже при замедленном метаболизме. Мозг решается на последнее отчаянное действие. По его сигналу тело начинает пожирать само себя. Специальный гормон дает печеный сигнал, по которому она начинает вырабатывать химические вещества, которые, переработав весь накопленный жир, начинают сжигать белки, которые содержатся в мышцах, в последнем источнике энергии. В человеке средней полноты в виде жира содержится от 13 до 16 тысяч калорий. В мышцах есть 54 тысячи калорий, но лишь половина из них может быть полностью использована, потому что если количество белков в организме сокращается до уровня меньше половины, то тело умирает. Проще говоря, если тело использует половину мышечных клеток, то вам конец. Но мозг, который жаждет энергии, не остановится ни перед чем. Он будет забирать энергию даже из сердечной мышцы. Тело поглощает свой собственный белок, который превращается в сахар и красные кровяные клетки. Жанну Люку невероятно повезло. Стратегия выживания оправдалась. Через месяц после того, как он исчез, его нашли всего в 180 метрах от спуска в пещеру. Он потерял 18 килограммов в жировой и мышечной ткани. Однако мозг нисколько не пострадал. Теперь, когда я вспоминаю о том происшествии, я убеждаюсь в том, что у каждого из нас есть инстинкт выживания, который срабатывает только в смертельно опасных ситуациях. Мозг умеет работать на пределе возможностей, обрабатывая огромное количество информации за кратчайшее время. Это умение очень важно в гонках Нескар. Не пускай его, держись правее. Мозг управляет тысячи систем, которые обеспечивают наше существование. Наш мозг работает быстрее любого компьютера, обрабатывая 100 триллионов операций в секунду. Как и любой другой орган, мозг вырабатывает тепло. Без охлаждения он бы перегрелся, ведь каждые 5 минут его температура повышается на 1 градус. 10 минут без охлаждения приводит к дезориентации, а 20 минут уже опасно для жизни. Через 50 минут температура увеличится на 10 градусов, что приведет к смерти. Так как мозг управляет всем остальным, то его первостепенной задачей является самосохранение. Ничто не может стать лучшим испытанием для системы охлаждения нашего организма, чем жаркая кабина Полида Нескар. Важно, чтобы температура тела не поднималась слишком высоко, чтобы кровь и мозг не перегрелись. Это то же самое, что и двигатель машины, за температурой которого нужно следить. Если двигатель перегреется, то он взорвется, и вы сойдете с дистанцией. Участникам предстоит гонка в 400 кругов на максимальной скорости. Температура на трассе уже превысила 35 градусов. А внутри этих монстров мощностью 850 лошадиных сил стоит настоящее пекло. Водитель находится в невероятно напряженной обстановке. Его тело вырабатывает тепло по мере того, как он крутит руль и нажимает на педали. Кроме того, выхлопные трубы, расположенные в передней части машины, нагревают днище. Температура в кабине 50-60 градусов. В таких невероятных условиях мозгу нужно достаточное охлаждение. Система охлаждения нашего тела работает так же, как и подобная система в машине. Вот радиаторный блок, охлаждающий воду, которая циркулирует в двигателе. Радиатор имеет два воздуха вода, один из которых направляет воздух в центр радиатора, а второй — поверх двигателя. Эти два потока охлаждают двигатель целиком. Итак, двигатель охлаждается водой, а наш мозг охлаждается кровью, которая переносит тепло к поверхности кожи. При испарении вода кровь охлаждается. Лучше всего этот процесс происходит на лбу и на лице. Именно здесь находится множество сальных желез, которым обеспечен хороший приток воздуха. У гощиков специальные шлемы, которые пропускают воздух и таким образом способствуют охлаждению. остальные части тела охладить труднее. Если вы участвуете в гонках, то вы обязаны надеть защитный костюм, который смягчает удары и не горит в огне. Потоотделение в этом случае не поможет, потому что пот просто впитывается в костюм. Он испарится только после того, как пропитает всю ткань целиком. Гонка продолжается, и участники потеют все больше, но их костюмы не дают воду испаряться. Несмотря на это, даже после 210 кругов, когда кабины полидов накаляются до предела, гонщикам нужно оставаться средоточенными и внимательными. Во время гонки нужно постоянно следить за траекторией, особенно на крутой части трассы, когда нужно поворачивать при скорости в 300 км в час. И так на протяжении 400 кругов. Но невозможно следить за траекторией, если постоянно отвлекаться на жару. Мы до сих пор не знаем, как именно мозг регулирует температуру в таких условиях. По одной спорной теории, мозг обладает специальным методом охлаждения. Мозг — это такой важный орган, что у него есть огромное количество способов поддерживать нужную температуру. нормальное интернерное инфраструктуру. Некоторые считают даже, что есть специальные системы, которые охлаждают исключительно мозг. На пути к сердцу кровь, охлаждаемая путем потоотделения с лица и лба, протекает рядом с артериями, ведущими к мозгу. Это понижает температуру крови, которая направляется к мозгу. оптимальную температуру поддерживает 16 тысяч километров кровеносных сосудов, которые питают мозг. Спустя 5 часов и 695 километров гонщики пересекают внешнюю линию, оставаясь такими же внимательными, как и в начале гонки. Это возможно только благодаря удивительной способности мозга поддерживать нормальную температуру даже в жарких условиях гонок Нескан. Из всего происходящего в человеческом мозгу наибольшей тайной покрыт сон. Удивительно, но ночью мозг работает не меньше, чем днем. первая его задача заставить нас заснуть. С наступлением ночи небольшая железа в мозгу провоцирует выделение естественного снотворного мелатонина, который воздействует на нашу нервную систему и вызывает сонлим. Тело начинает отдыхать, но мозг не прекращает работать. Каждую ночь он совершает восстановительные работы. Клетки мозга работали весь день, а теперь пришло время восстановления. Химические вещества очищают их от побочных продуктов дневной деятельности мозга, а в некоторых местах появляются новые клетки. Без этой внутренней проверки и восстановления мозг не мог бы продолжать работу на следующий день с той же эффективностью. Если не спать слишком долго, то мозг буквально выключит нас, невзирая на обстоятельства. Именно это и случилось с путешественником Дэвидом Хемплеман-Аттемсом, когда он пытался на водушном шаре доретить до Северного полюса. во время своего полета длиной в 2400 километров он планировал спать регулярно и непродолжительное время, однако в график он не уложил. В первые несколько дней я находился в прекрасном состоянии и хорошем настроении. Адреналин, видимо, выделялся в больших количествах. В это время проблем не было. Но после того, как он не поспал двое суток, это сразу сказало, что нет. После второго дня без сна я начал делать глупые ошибки. Так, что за новый курс? Говорите помедленнее. Как там еще раз? Когда я связался с центром управления, они назначили новый курс и мне нужно было записать его. Но полностью я понял цифры только с третьего или четвертого раза. Они не могли понять, что со мной стряслось. Да и я не сразу осознал, что недостаток сна снизил эффективность. Дэвид не спал уже трое суток и у мозга не было времени восстановиться. Поэтому мозг начинает выключать процессы, которые не являются жизненно важными. Например, логику. вскоре с Дэвидом начали твориться странные вещи. Когда ты очень сильно устаешь, ты начинаешь разговаривать сам с собой. Думаю, что хуже всего усталости то, что теряешь ориентацию. У меня была с собой резиновая утка, с которой я начал разговаривать. Точно так же ты начинаешь разговаривать с любым предметом. А ну-ка, скажи, привет. Прошло уже 88 часов, а Дэвид до сих пор не спал. Чтобы не нанести вреда здоровью, мозг просто выключает организм и Дэвид засыпает. В чрезвычайной ситуации, когда сна недостаточно, мозг все равно заставит тебя уснуть, независимо от опасности, даже смертельной. Если мозгу требуется отдых, то он будет отдыхать несмотря ни на что. шар начинает терять высоту. Но даже во время сна Дэвид не изолирован от мира. Во время сна часть мозга продолжает подраст. Именно поэтому мы слышим звук будильника или другие громкие звуки, от которых просыпаемся. Когда мы засыпаем, мы все равно остаемся чуткими и восприимчивыми к окружающему миру. мозг не выключается, а следит за тем, что происходит вокруг. Когда шар опускается ниже 2700 метров, автопилот включает тревогу. Нервный центр встряхивает Дэвида, и тот инстинктивно пытается избавиться от страшного звука и старается выбраться из корзины. В дикой природе этот инстинкт мог бы спасти ему жизнь. Но на высоте в несколько километров это ни к чему хорошему не приведет. За секунду до трагедии я понял, где нахожусь. Я увидел облака внизу и отпрянул назад в корзину. У меня сильно дрожали руки и ноги. еще никогда я не был так близок к самоубийству. Короткого сна хватило на то, чтобы мозг Дэвида успел восстановиться. Он успешно завершил рекордный полет. Теперь я понимаю, насколько важен сон. Если не спать, то можно погибнуть. Причем погибнуть не от недостатка сна, а от собственной ошибки, которая может повлечь из собой трагедию. Я едва смог избежать этого. Сон — это не только время для восстановления мозга. Во время сна мы видим порой потрясающие представления. Мозг выполняет роль своеобразного экрана, на который проектируются сны. Никто точно не знает, зачем нужны сновидения, но некоторые считают, что они открывают невиданные возможности. Наш мозг работает активно в течение всего дня, но бывает так, что ночью он работает еще больше. Когда мы не двигаемся, каждая клетка мозга буквально оживает. Отличается лишь логический центр. Теперь, не будучи ограниченным правилами и устоями, мозг создает неведомые, фантастические миры и ситуации, которые мы видим во сне. сны снятся только человеку. Во время сна создаются виртуальные мини-миры, в которых можно делать все, что угодно. Даже при опущенных веках глаза лекарно движутся. Чаще всего это происходит в фазе быстрого сна. При таком движении и возникают сны. В этой фазе мозг так активен, что приток крови увеличивается почти в два раза. Чтобы избежать движения во сне, мозг по позвоночнику посылает сигналы во все конечности, временно обездвиживая их. Нам может казаться, что мы видели сон всю ночь. Однако на самом деле сны продолжаются всего несколько минут и быстро сменяются друг в друг. За всю жизнь мы видим сны почти шесть лет. Сны не просто развлекают мозг, но являются важным средством сохранения воспоминаний. Лишь во время отдыха мозг может впитать в себя накопленный днем опыт и отсортировать ненужную информацию. Во время быстрого сна происходит сортировка данных. Мозг перебирает небольшой объем информации, запоминая нужное и отбрасывая ненужное. События, происходящие днем записываются во временную память. Во время сна ненужный материал выбрасывается, а важные данные переходят в постоянную память. Известно, что данные лучше всего запоминаются в фазу быстрого сна, то есть при наличии сновидений. Именно в этот период мозг запоминает больше информации, чем когда-либо. Поэтому, если у вас завтра экзамен, то лучше готовиться до вечера, а затем хорошо поспать. Тогда результат будет лучше, чем у тех, кто решил просидеть над учебниками всю ночь. Однако, процесс сортировки может показаться странным. При отключенной логике мысли могут сталкиваться и создавать нечто творческое и ранее невиданное. Этим можно объяснить гениальных многих ученых. Например, сон Эйнштейна, в котором он ехал на санях со скоростью света, привел его к основанию теории относительности. Обладатель Нобелевской премии Нильс Борн сделал революцию в физике после того, как сон о лошадях подсказал ему, из чего состоит атом. Художник Сальвадор Дали говорил о своих сюрреалистических картинах как о моментах сновидений, которые он запечатлел на холстине. Сновидения важны даже для специалистов области космонавтики. Брюсу Деймору из НАСА приснился сон, в котором он увидел решение задачи, которое долго не поддавалось. Он понял, какой должна быть постоянная лунная база. Было множество вопросов, например, как защитить астронавтов от радиации, как им использовать ресурсы на Луне, добывать кислород из лунной почвы. Я несколько месяцев думал о том, как решить эти проблемы. И однажды, перед сном сознательно сказал себе, «Все уже готово, информация есть, осталось только придумать. Давай же мозг, включай машину сновидений и придумай же что-нибудь». И он получил ответы в ту же ночь. Базу должны строить роботы, которые подготовили бы ее для прибытия первых обитаний. Проснувшись, Брюс стал делать наброски транспорта, которые затем были по достоинству оценены специалистами НАСА. По моему проекту было написано несколько хвалебных отзывов, в которых говорилось о новаторском подходе к решению задач. Это все заслуга того сна. мы не должны оставлять сновидения на совести случая. Мы можем овладеть силой сна, используя метод так называемого прозрачный сон. Прозрачный сон — это такое состояние, когда во время сна происходит нечто странное, и вы задаетесь вопросами вроде «Что я тут делаю? разве я могу летать?» и «Что происходит?» После этого вы, не просыпаясь, осознаете, что спите. Нужно научиться понимать, что вам снится сон не просыпаясь. Затем нужно научиться управлять сном и делать в нем все, что вы хотите. Стивен Лаберш разработал специальную маску, которая распознает лихорадочные движения глаз, происходящие, когда человеку снится сон. после этого маска активирует вспышку, которая достаточно яркая, чтобы пройти сквозь веки, но не так сильна, чтобы разбудить вас. Этот сигнал помогает вам понять, что вы спите. С опытом мы можем научиться контролировать сон и войти в неизведанный мир. Этот метод можно применять совершенно по-разному. Например, если вы художник, которому срочно нужна идея новой картины, то во сне вы представляете себе, что в соседней комнате стоит эта картина. Вы открываете дверь и обнаруживаете, что так и есть. Управление с нами может быть единственной возможностью контролировать то, что до сих пор не поддавалось нашему контролю. Мозг. нет более сложного органа, чем он. Мозг управляет сознательной и бессознательной стороной нашей жизни, часто управляя нами и не оставляя выбора. Это целая Вселенная весом полтора килограмма, тайны которой мы лишь начинаем поднимать. Научное исследование этой Вселенной может открыть нам новые, ранее неведомые способности, которые расширят грани возможного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова